Наташа, вы активно участвовали в процессе обсуждения, вы знаете, чреза наша героиня, она была достаточно честна и второверна. Скажите, пожалуйста, ваши какие-то приманки, почему это все случилось? Звучилось замечательно. Когда я делала эту историю, я посматривала свои ситуации, мы добавили, что это чудо, оно проникает через нас и все эти ситуации. Я вспомнила свою ситуацию, у меня была девка, в данном случае я вспомнила свою историю, у меня была девка ситуация. Первый год у нас наступала в единицах, в ресторане, в единицах наступала. И меня пытались лечить медики, это было очень нормально, я в 19-х годах. И я решила, что я сама достаточно участвовала в медицине, у меня появилась в форме нового ребенка. И тогда я первый раз участвовала в медицине, у меня была учитель, это Англия Лайкин, киевский док. И после этого она быстро выяснила ситуацию. Моя дочка, она на 8 лет его младше, эта история тоже намного чудо, скажу, 8 лет не с твоим бизнесом. И тогда учащийся муж, и она не с кровью, она уходила, и буквально за несколько секунд, она уходила, и в этой жизни он что-то обещал. Задействовать девочкам, и за ними не было. А скажите, в данном случае, какие механизмы вы считаете задействовали, за счет чего наступила положительная единица? Я наблюдаю девушку, и я вижу, что она не уважается, потому что я хочу, чтобы она была уважаемой и счастливой. Вот это ее дело, что она не слышала с медикой, она делает то, что ей хорошо. И очень хорошо прозвучала у биологитика-эдиотолога, тема, что если есть надо, это она. Если есть хочу, то есть делайте то, что вы хотите, хотите, чтобы вы не хотите, чтобы она стояла дополнительная единица. То есть энергия, которую она хочет, будет срительно хорошо. Когда человек делает то, что он хочет, слушает свою потребность, и если этот человек достаточно давно слушает себя, он внутри достаточно открыт, я боюсь этого слова, тогда он через каждое хочу присоединяется в лечении своего нового, свежего опыта. Поэтому это иногда бесконечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы говорили о высоком, да, мы говорили о госпитале, но существует уже отработанная, наверное, определенную практику, которая идет в разрез с верой. Это практика шаманских как-то длинных, да? Если можете немного, в качестве какого-нибудь, может быть, даже познавательный, развлекательный момент, может быть, небольшой тоже ремарк, может быть, что-то интересное, хорошо, я поговорю о том, что, во-первых, я не чувствую, что что-то из чем-то нам есть, в обе вселенной существует, и вот эта великая сила, которую Кристианин называет Богом, Кристианом и Кристианом, она говорит всему да, если мы внимательно будем читать эту библию, я уже уважаю эту библию, она говорит о прощении, о комбинации, поэтому одно дело, люди, этого трейдера, это часть пространства, а другое дело, самобилие, она защищает все, что существует, в смысле вообще, да, вот, поэтому практика, элитические продукции, а не так, есть обращение к одной силе, если внимательно посмотрим... Наташенька, давайте продемонстрируем как раз обращение к этой силе, вот у нас есть люди, которые... хотите поучаствовать, да, и потом будем делать это? Да, и вы как раз нас поведете. Сможете? Да, поможем. Хорошо, начнем с практики, и для того, чтобы сейчас я показала самую простую на тему контакты со стихиями... Давайте такое, одно маленькое упражнение... Мне нужно несколько человек, поэтому я приглашаю сюда, мальчиков, девочек, я хочу сказать, что сейчас мы будем работать с темой голоса и звука. Это физические элементы, и мы сначала попротекуем, а потом, если надо, поговорим. Значит, сейчас я хочу вам сказать, что есть взгляд шаманов алтаза на то, как звуки в нашем теле пробуждают наши контакты со стихией. Я предлагаю встать так, чтобы ноги были на ширине плеч, и немного носки вовнутрь. Стойки носочные ноги, чтобы мягкие, и пальчиками почувствуйте, что вы цепляетесь на тему. Как кохотка. И, может быть, звучать в первом стихии, первый звук – это будет стихия «земья». Можно саджаться. Это гораздо более низкий звук, чем вам кажется, самый низкий, на который способны ваши ресурсы. Вы знаете, ребята, мы сакцентируем внимание на одном звуке, мы сделаем это очень вдохновенно. Наташа, можно тогда, если вы понимаете, так? Прикрываем глаза. Прикрываем глаза и сосредоточимся на центре живота. Первая стихия – «земья» – звук «э». Хильм «рог가요» «земь» и взглянем от executive можно я сейчас мне показалось что в марины где-то в этой части вибрация очень активно через одежду просматривать это так вот здесь это вопрос технику и я показываю упражнение любая гимнастика она нуждается в том чтобы это осваивали как импультирует это указано на вибрации а вы можете прокомментировать? следующий звук будет выражение вы можете в это время прокомментировать что Наташа сейчас нам практиковала ну показывала поражение, а что происходило с этим? вы знаете, если только на простом вибрации идет интересная звуковая вибрация своеобразная звуковая гимнастика всех тканей нашего организма то есть начинается такой маленький массаж этот массаж звуковой он улучшает питание всех наших клеточек особенно органов расположенных в области живота то есть это полезно именно тем, что включаются мышцы, включаются маленькие ткани включаются буквально такие клетки, все идет на клеточном уровне вот эта вибрация способствует тому, что обмен веществ в каждой клеточке улучшается в тканях улучшается, жидкость колеблется а раз жидкости колеблется, та же лимфа, та же кровь то лучше идет и очищение, и питание, и другое вещество спасибо Наташа нам оказала просто упражнение света то есть юга это шаманские практики это шаманские практики это шаманские практики юга использует дыхание как другой инструмент и если есть на систему, я расскажу немного о методике дыхания Наташа, я предлагаю сделать для этого абсолютно отдельную тематическую программу я в любом случае сейчас хочу вас поблагодарить за то, что вы наших гостей настроили на правильную амману но, закончить мы сразу не можем у нас еще осталось что сказать то есть Геннадий Петрович, я думаю, сможет сделать определенный резюмент по поводу нашей программы и нашей темы ну мне уже сказать, что завтра будет или что это? кто будет завтра? ага, все хорошо я скажу, что чудеса происходят тогда, когда человек к ним готов к ним настраиваться сознательно вызывает у себя радость сознательно настраиваться на успех сознательно настраиваться на ту деятельность, которую он должен сделать вообще, понимаете надо даже не просто настраиваться а воспринимать каждый момент нашей жизни как чудо в котором мы живем и тогда чудеса будут случаться у нас постоянно ежедневно и я думаю, что одно из чудес свершилось прямо перед вашими разными я хочу поблагодарить и наших гостей и вас, и нашему Геннадию Петровичу за то, что вот достаточно непростую тему мы сегодня затронули и многие юристы просто не верят в чудеса в чудеса действительно рядом они случаются главное настроиться на правильные формы что вы сами маленькое чудо и это чудо расширять спасибо 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 спасибо